Ух, ни фига себе! Ну что там? Не видно здесь ни черта! Что за фигня? Откуда, я знаю! За трубу зацепилась. Глянь! Здорово. Что здесь у вас? Девушка, вы что, убрали? Все по женицам нашим. Я ведь о вас так. Все знаю. Вот, например, приходил человек. Весь город буквально парализован от ужаса после очередной жуткой находки. Неужели это очередная жертва хирурга? Пошли с ними. Покажи вот это. Девушка, вы что, уберите камеру? Не мешайте работе журналистов! Это мы вам мешаем? Уберите камеру! Немедленно, я вас попросил. По кадрам, наверное, известно только одно. Хирург сначала убивал своих жертв, а потом расчленял. Привет, Серега. Сегодня в коллекторе ногу нашли. Да, это уже третья расчлененка за последний месяц. Такая шумиха пошла по инстанциям. Надо действовать быстро очень. Профессионально, четко. Уже шум по телевизору пошел. Да я только что видел. Да. Две недели как хирурга взяли. Ну взять-то взяли, а тут ново. Ну откуда? Это что, жертва хирурга или какой-то психпоследователь объявился? Тут интуиция мне подсказывает, что… Ваша интуиция подсказывает, что этой ногой мы скачем прямо глухарю. Что этот хирург поет. Я серьезно болен. Мне плохо. Мне нужно срочно перевезти в больницу. Может вам еще усиленное питание выдать? Вы лучше расскажите, откуда нога взялась? Нога? Какая нога? Издеваешься? Вы уже сознались в трех эпизодах. А это… Это ваша манера и ваша жертва. В трех. А я их не считал. Вы думаете, посадили хирурга и все? Одно мое слово. И мои люди начнут убивать и разрезать по одному человечку в неделю. Это для начала. А потом чаще. Кононевский, перестаньте ломать комедию. Вы не понимаете. И не поймете. Сергей Юрьевич, изображение год? Ладно, Серега. Давай к делу. Нога была пересечена хирургическим путем в верхней трети бедра. Ампутацию проводил человек, разбирающийся в хирургии. Использовались специальные хирургические инструменты. Вот. Кость пересечена довольно тщательно. Значит, никаких зацепок? Есть одна. Ампутация, как ни странно, проходила по всем медицинским показаниям. Огнестрельное ранение левого коленного сустава с раздроблением кости голей. Попадание в колено? Хороший выстрел, значит, стрелял профессионал. Да и на покушение не похоже. Наверное, хотели просто напугать, сделать, так сказать, последнее предупреждение. Ну, я извлек пулю, отправил на экспертизу. Но есть еще одна странная штука. На самом деле, травма костей не является показанием компутации. Да, есть огнестрельный перелом, но его можно было спасти травматологическим путем. Репозиция, иммобилизация, ланкетирование. Слушай, Вить, давай без этой китайской грамоты. А, ну да. В общем, ногу можно было спасти, но непонятно, почему ее ампутировали. – Скребков! – Да? Значит так, студент, у тебя есть нудное, но очень важное задание. Какое? Иглоукалывание, так же, как и массаж, может помочь только при регулярных сеансах. Жалко, что вы себя не видите. Вы похожи на дикообразы. Кстати, у вас очень много общего с этим млекопитающим. Вы знаете, что они большую часть жизни проводят в норе, а выходят из нее только ночью, чтобы поесть. Никонов, а вам не надоело в своей норе? Не хотите выйти погулять, например? Вот как раз выйти, извините, я и не могу. Боже мой, ну не придирайтесь к словам. Не можете выйти, вы можете выехать. Если вы как-то боитесь или стесняетесь, что не справитесь, я могу вам помочь. Правда, с огромным удовольствием. Прокачу вас ветерком. Не хватало, чтобы вы еще меня, как маленького, на коляске возили. Что потом? Памперсы, слюнявчики, да? Ну, если понадобится, то да. Ладно, давайте прекратим эту экзекуцию, мне работать надо. Десять минут, и мы закончим. Я открою. Ну что там? Вот вся информация по хирургу. Тетерев сказал, что здесь абсолютно все. От рождения и до сегодняшнего дня. За последние двое суток ни в одно травматологическое или хирургическое отделение больниц города, пострадавших с огнестрельными ранениями нижних конечностей не поступало. Было выполнено семнадцать ампутаций нижних конечностей. Все они захоронены. Ни одна не пропала. Я был во всех городских моргах. Что это за кольцо на пальце? Не знаю. Первый раз такое вижу. Эксперт тоже ничего не сказал. Это не кольцо. Это пластина Гольчбинга. Так лечит вросший ноготь. Такой медицинский педикюр обычно делают по назначению врача-ортопеда или дерматолога. Вы не перестаете меня удивлять. Нужно найти салон и мастера, который делал этот педикюр. Сергей Юрьевич, вы представляете сколько салонов в городе? Да, представляю. На самом деле салонов, которые делают медицинский педикюр не так много. Это либо институт красоты, либо пара-тройка вип-салонов. Я могу это взять на себя, правда, мне не трудно. Ну возьмите на себя. О результатах заложусь вам лично. Удачи. Спасибо. Привет, Серега. Получены данные гистологического исследования. И что? В тканях вокруг коленного сустава обнаружены остатки шовной ткани, китгута. Ну а в самом суставе отсутствует мениск. Нога обрастает новыми подробностями. У потерпевшего была операция на коленный сустав. Удален мениск. И когда была операция? Ну, судя по тому, что китгут еще не рассосался, я думаю, что не более полгода. Я сделаю фотографию и передам твоему напарнику, хорошо? Хорошо, спасибо, пока. Пока. Хорошо. Если это нога не работа хирурга, тогда чья? Нужно ждать, когда всплывут новые обстоятельства. Ну или остальные части. Стажер, ты же о живом человеке говоришь. Где твоя гуманность? Так, ну что ж, салон красоты — это не твоя стихия. Займешься травматологиями. Сегодня, что ли? Завтра, конечно. На сегодня свободен. Есть. Первый раз работаю с делом, где левая нога — единственная жертва. Единственный свидетель и единственная улика. И других, возможно, не будет. А часики все тикают. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА – Алексей Николаевич? – Да. – Здрасте. – Здрасте. Извините. Пишите, пожалуйста. Я вас слушаю. Меня к вам прислал главврач. Скажите, в вашей больнице такие операции делают? Ну, трудно что-то сказать. Могу сказать, что операция сделана ортоскопически. Орто… что? С помощью оптических приборов. Видите? Тоненькие русы послеоперационные. Угу. Скажите, а где могли выполнить такую операцию? В институте ортопедии. В двух частных клиниках города. Больше нигде. Просто у нас этого оборудования нет. Угу. Угу. Добрый день. Чем можем вам помочь? Здрасте. Я хотела бы записать папу с Фекра к специалисту по медицинскому педикюру. У него довольно непростая ситуация. В рожьем ноготи нужно поставить эту пластину у Гольшбинга. И как раз говорили, что она это делает безупречно. Я вас поняла. К сожалению, мы временно не делаем такую процедуру. Рита от нас уволилась. Как уволилась? Ну, буквально недавно. И вы не знаете куда, и какие-то, может быть, есть какие-то ее контакты. Как-то можно ее найти. Может быть, она где-то в другом месте уже работает. Я сейчас попробую узнать. Спасибо. Да, Наташа, привет. Ты случайно не знаешь, где сейчас Ритка работает? Так. Ну, эту операцию, во всяком случае, делали у нас. Ну, вы понимаете, всех пациентов я не помню. Так, а у вас же есть эти истории болезни. Минутку. Слушаю, Владислав Леонидович. Пожалуйста, мне нужны все истории пациентов термотологического отделения за последние полгода. Хорошо. Ну, вы же понимаете, это все равно, что и буду в стоге сено искать. Да, нам не впервой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ СИГНАЛИЗОЙ 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 СИГНАЛ Сергей Юрьевич, у вас опять холодильник пустой. Ну, ты скорее упрек тебе, а не мне. Я что, в магазин сбегать не мог? А вот это интересный клиент. Волосов Игорь Алексеевич, шестидесятого года рождения, не работает. Работает, еще как работает. По особой специальности. Знакомься, уголовный авторитет. Нет, кличка Лысый. Лысый, потому что волосы? Я уверена, что это наша Рита делала. Кроме нее, за такую работу никто не возьмется. Знаете, бывают такие сложные случаи. Вот, у моего свегра как раз такой сложный случай. Я хотела бы записать его на педикюр именно к ней. Ну, вы понимаете, Рита взяла отпуск на неделю. У нее дома какие-то проблемы, ей нужно решить их. А может быть, вы могли бы дать ее контакты? Может быть. Сейчас. По оперативной информации, Волосов пропал два дня назад. Это небольшой шутер уже по городу. Бойцы его, как у жаленая, бегают ищут его везде. Ну, допустим, что ампутированная конечность принадлежит именно ему. Почему? Если ампутацию не делали в баллистике, то явно где-то на хате. Где именно? Кроме того, почему ему оттяпали ногу, если ее можно было вылечить? Тут интересный другой поворот. Баллистики идентифицировали пулю из этой костяной ноги. Патрон Тенекс английской фирмы Эли. Специальная модификация для биатлонных винтовок, а? Интересный биатлон получается. Серега, ну мы будем сегодня в шахматы играть или нет? Ну что, я двадцать минут уже сижу здесь тупо и тупо смотрю, как ты рассматриваешь свои тупые картинки. Вот скажи мне, как человек, который прочитал тонны детективной макулатуры. Будет ли профессиональный киллер использовать винтовку для биатлона, дальность стрельбы которой пятьдесят метров? Я, между прочим, не макулатуру читаю, а исключительно классику жанра. Мой человек использовал то, что под руку подвернулось. Почему? Почему? Потому что классическая литература просто кишит персонажами, которые действуют спонтанно. Спонтанно? В порыве гнева. Алло, товарищ полковник, мне нужно досье на Лысого. Да, на Волосого. Все, до мельчашек подробностей. Хлёво. Ну что, с этого дня ты мне целый месяц играешь белыми. Ну и выпивка с меня. Это же другое дело. Давай, это ты давай. Сергей Юрьевич, здесь столько всего на этого Волосого. Это какой-то капец. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. И даже не в стоге, а в скирге. Ищи, ищи. Мне нужна необычная зацепка. Что-то, что могло произойти с Лысым еще до покушения. Незадолго до исчезновения Волосого был обнаружен труп его подельника. Господина Гафурова. Гафуров Вильхан Мамедович. 1958 года рождения. Кличка Паша. Труп Гафурова был обнаружен со следами пыток. Ему оба колена прострелили перед смертью. Я смотрю, в последнее время проблемы с ногами перерастают в эпидемию. О, вот. Дело рейдерского захвата риэлторской фирмы Добрострой. Волосов выделял своих бойцов. А в драке несколько человек получили переломы. Был даже перелом бедра. Не то, не то. Мимо кассы. Еще я пока еще раз в дело по хирургу пролистаю. На всяк случай. За Лысым наркота через медицинские каналы. Поговорят о торговле человеческими органами. Тут огнестрел за огнестрелом. Большой передел намечается. Ты говоришь, нога. Вот, студент, учись. Оказывается, ваш хирург регулярно получал от выставок крупной суммы денег. За что, спрашивается? Ну, ты знаешь, какой боец пойдет в больницу с огнестрелом. Сергей Юрьевич, так все сходится. У бандитов такого уровня всегда есть несколько доверенных врачей на случай, если нельзя светить огнестрелом. Я думаю, наш хирург и ампутировал ногу Волосова. Все правильно. Все правильно, студент. Только одно не складывается. Нога была ампутированная суток двое тому назад. А хирург в это время уже сидел. Он что-то говорил? Да что хирург говорил? Хирург псих. Да не такой уж он и псих. Ладно. В общем, так, студент. Ты должен снова отработать уже родные, и близкие тебе эти хирургические, травматологические отделения. Узнай, кто из врачей в последние двое суток не появлялся на работе. И по какой причине. Ну, а ты, Володя, достань мне какого-то спеца по городским канализациям. Ага. Хорошо. Эй, Былин, работать надо? Ну да. Эй, Былин. КОНЕЦ Ну что, пацан, сам справишься? Или тебе Володьку в помощь прислать? Я думаю, мы с Сергеем Юрьевичем справимся Ну давай Что это за цирк? Так, я собрал все материалы по тебе, хирург Хорошая семья, родители в мединститут запихнули Учился ты хорошо, интернатура, практика, все как у людей А что потом? А потом наркота Сначала как у всех, а вот потом затянуло И ты уже держаться не мог А потом ты встретил Блысова Кого? Лысого? Вот с ним у тебя все и срослось Наркотон через тебя толкал, у тебя недостатка не было А потом новый бизнес у вас сросся Почки за границу толкать Какие почки, а? Кто из нас псих? Ты или я? Почки за граница Иначе всегда Нужно У насessаться Нужно Блысов Нужно Нужно Занев Нужно Продолжение следует... Продолжение следует... Сбил какую-то женщину и скрылся с места преступления, оставив ее умирать. Вот это уже интересно. У потерпевшей был так называемый бамперный перелом, в результате которого ей пришлось ампутировать обе ноги выше колена. После нескольких серьезных операций эта женщина скончалась. А Волосов? А Волосов отмазался. Ну, якобы его джип угнали, а во время ДТП он вообще находился в другом месте. Ну, там все дело шито белыми нитками. А свидетельница преступления сказала, что за рулем был не Волосов. И его оправдали. Ну, понятно. Да, вот это уже рабочая зацепка. Здравствуйте, кто Сергеев? Ну, я. А в чем дело? Капитан Терещенко, вам придется пройти со мной. Так у меня он авария. Я вас тоже не на променад приглашаю, пройдите со мной. А передец? Каску оставьте, идите со мной. Так, держите. И найдите эту трубу, лобаной. За вихрением стока в этом месте можно пренебречь. И, как вы сами понимаете, при температуре около нуля, скорость точных вод значительно снижается. Откуда нога попала в канализацию? Да, из любого из дому, который прилегает до нового коллектора. Надеюсь, я вам помог. Еще как. Ну что, я, между прочим, нашла специалистку, которая сделала педитюр вашему покойнику. Добрый день. Здрасте. Вовремя настали. Воры в законе по институтам красоты шастают. Он медицинский педикюр делал. Лысый еще с первой отсидки сахарный диабет заработал. Медицинский педикюр? Сейчас, и 21 век. Откуда информация такая? Проведена качественная оперативная разработка. Мастером, который обслуживал Волосова, оказалась некая Рита. Лысый ей даже дом снял. Улица Саперная 6. Мне так в институте сказали. Саперная 6? Угу. Так это же в районе нашего поиска. Держи. В данный момент Рита и Волосов, скорее всего, там. Вы сын непростой персонаж, так что, на всякий случай, отправьте туда группу захвата. А зачем тебе? Ну, выяснять времени особо нет. Тут нужно рискнуть. Ну, смотри, под твою ответственность. Ну, если что, то ответишь. Хорошо. На выход. Готов. Слушай, ты, Стив Джобс, мы уже пятый чердак проверяем, все по нулям. Еще соображение есть? Может, Волосе перепутал, он же в бреду был. Его подстрелили под собственным домом. Что он мог перепутать? Если мы не можем найти оружие в предполагаемом месте, значит, логично расширить радиус поиска, чтобы... Чтобы понять элементарную вещь. Стрелявший мог забрать винтовку с собой. Подержи. Вот она, родимая. А вот и пальчики. Алло, да. Серега? Нашлась родимая. Да. Вызываем криминалиста. Проходите. Егошин, прошу вас. Личные вещи. Вы знали, что вам предстоит операция? Да нет, конечно, не знал. Это Примус приказал. Ну, телохранитель. А откуда у вас хирургические инструменты? Еще с Ливией привез. Малый хирургический набор называется. Примус знал о его существовании и велел захватить с собой. И что было дальше? Дальше я осмотрел пациента. Потерпи немного, подожди. Примус, подними все к нам. Найди эту суку, которая у меня стреляла. Да ищет ее уже по всему городу. Спокойно. Все будет в порядке. Доктор, тихо. Это же моя нога. Я вколю вам сейчас обезболивающую. Коли. Через 10 минут вам станет легче. Сказал, что нужно немедленно отвезти в больницу. Мне запретили. Поэтому пришлось ампутировать на месте. В домашних условиях. Вы знаете, я в Ливии под бомбежками, едущим в джипе делал операции. Поэтому мне не привыкать. А, больно, доктор, на дуре! Доктор, быстрее! Рот, Катикам, больно! Рита, водки можете ему дать? Да какая водка? Пошли, вас попечи. Ань, давай быстрее! И чем это все закончилось? Примус фактически взял меня в заложники. Требовал, чтобы я оказал полноценный послеоперационный уход. Угрожал мне убийством, если этот волосом не очухается. Потом вы дом окружили. Честно говоря, я не помню, что было дальше. Три ночи практически не спал, и все как в тумане. Узнали? История болезни Петренко, Анна Евгеньевна. Ну и что? Да так ничего. Воягушин, Анна Петренко. Разные фамилии, разные судьбы. Да, только вот есть интересная штука. На титульном листе «История болезни» у Анны Петренко записан мобильный телефон ее мужа. Я сейчас наберу. Это же ваша жену сбила машина Волосова. Быстрее, ребятушки, пожалуйста, быстрее. Что, Альберт? Стоп, я здесь. Сейчас, сейчас. Все будет хорошо. Сейчас, сейчас, нахороший. Потерпи. Потерпи, чуток. Это очень жестоко с вашей стороны напоминать мне о смерти моей жены. К сожалению, мне придется напомнить вам еще об одной детали. Вам знакома эта вещь? Нет. В первый раз вижу. А мне кажется, этот предмет вам знаком очень давно. Вы же в юности выступали за юношескую сборную области по биатлону. Я не понимаю, что вы от меня хотите? На найденной винтовке на чердаке не было обнаружено отпечатков пальцев. Вы хорошенько постарались. Но когда ложили винтовку в кучу мусора, вы нечаянно коснулись ладонью пола. Это типичная ошибка начинающих преступников. Так что вы арестованы по подозрению в двойном убийстве Волосова и Примуса. Волосова? Да. Он умер час назад в реанимации. Все-таки существует справедливость в этом мире. Чистосердечное признание зачтется? Конечно. Я, собственно, все знаю. Интересно только одно. почему вы были уверены в том, что подстреленный Волосов вызовет к себе именно вас. С какого числа ты билеты взял, дорогой? Анюта, ну я же говорил, через недельку заканчивали свои дела и на море, как обещал. После смерти жены я поклялся отомстить виновнику аварии. Но он не понимал, как это сделать. Даже не знал, где его искать. все произошло случайно. Не двигайся, не двигайся. Однажды мой главврач познакомил меня с Волосовым. Меня представили, как хирурга с боевым опытом. Волосов пообещал хорошие деньги. Он меня не узнал. Но зато я узнал его. С тех пор я часто у него бывал. У Волосова после отца добыл целый букет болезней. Постепенно выстрел план. Я немного подшаманил свою старую биатлонную винтовку. я взял инструменты, наркотики. весьма гуманно. И хотел, чтобы Волосов умер быстро. Игорь, ты здесь? Здесь. Здесь, Санечка, здесь. Мне горы снились. Даже холодно стало. Я когда поправлюсь, мы пойдем на лыжах. Обязательно родненький. Аня, Анюта. Я убедил охранника Лысова, что ногу необходимо ампутировать, чтобы спасти жизнь Волосову. Мне нужно было, чтобы у Волосова началась гангрена. И я провоцировал сепсис. Ну и его любовница имела медицинское образование. Она начала меня подозревать. Господи, наверное, проверим. Она пожаловалась Примусу. У меня просто не оставалось другого выхода. Примус! Иди сюда. Сидеть! Женщину я застрелить не смог. И что бы вы делали потом? Смотрел бы, как он подыхает. Тут вы помешали. Странно. Отомстил. можно радоваться. А на душе пусто и мерзко. все пусто и мерзко. Все в порядке? Сегодня какой-то очень подозрительный, подозрительно тихий, я бы сказала. Ни разу не пикнули на массаж, не возмущались, были терпеливы. Я уже даже не знаю. Наверное, лучше все-таки, когда в арте... Это вам. Ну, без вас, моя, это дело бы не раскрыли. Неожиданно. И очень приятно. Спасибо. Но если вы хотите, чтобы мне эти цветы доставили еще больше удовольствия, соглашайтесь выехать на прогулку. Блин. Ну, это уже перебор. Ничего не перебор. Ну-ка, быстро накидывайте курточку и поехали. Ой, как хорошо. А вот вы сопротивлялись и не хотели выезжать. Кстати, мне очень понравилась история про Богомола и... Может быть, мне еще расскажете что-нибудь про каких-нибудь самок, самсов? Да. Завтра сейчас идите. Потрясайся какая! За губи свою жизнь, за калеки. Стоп. Поехали. Домой. Сергей! Сережа! Отстаньте от меня. Вам не стыдно? Взрослые женщины, что вы несете? А что тут такого? Калека, он и есть калека. Квартирку хочешь выдурить у него? Конечно. По себе судить не надо. Сереж, подожди! Серега, что это такое? То не дозвонишься, не достучишься до тебя, а то вдруг дверь нараспашку. Ну что, всего это? На прогулку выходил. Так по этому поводу? Вмазать решил? Да нет, это тебе. Ну так это нормально, это... Это другое дело. Потому что мне можно. Ну, ты с меня пример не бери. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok